Приветствую вас, и, во-первых, нужно разобраться с тем, что говорит вам наличие следов на теле парня. Да, то есть о чём это говорит? Наличие следов на теле парня говорит о его, ну, какой-либо активности, да, значит, как вы думаете, активности сексуальной. И я полагаю, что вы, ну, наверное, имеете основание, да, так думать. Соответственно, если мужчина говорит вам свою версию, то вы можете и исходить из этой версии для себя. То есть для себя вы можете решить, ага. То есть если это так, как ты говоришь, значит, что я должна тогда думать? Вот если это так, если это так, как ты говоришь. Почему ты считаешь, что это лучше? Почему ты считаешь, что если ты делал, делал твой друг, то это лучше? Что ты думаешь, что ты думаешь, что мне приятно, что ты другу позволяешь такую? То есть нужно здесь исходить из того, что парень говорит. Неважно, верите вы ему или нет. Важен сам факт. Это первое. Второе. Если вы, как вы пишете, готовый человека простить, то что это значит? Простить это значит понять его, понять, что дело здесь не в вас, а в нем. Понять, что к вам это отношение никакого не имеет вообще. Но поскольку вы говорите, что у вас наворачиваются слезы, то я могу предположить, что простить его вы не готовы, потому что вы воспринимаете это на свой счет. Вы говорите, что любите его, и я вам верю, что вы его любите. Но если вы его действительно любите, то вы хотите для него чего? Ну, наверное, счастья. Если вы хотите для него счастья, то я полагаю, что вы знаете о том, что представляет из себя его счастье. И постарайтесь ему это дать. Если мужчина занимается тем, чем он занимается, то я полагаю, что это для него счастье. и самое время оставить его, и вам самой идти дальше. Если вы его любите. Ну, действительно. Если же оставить его вы не можете, у вас не получается, то есть вы, ну, не готовы его терять, например, то в этом контексте, я полагаю, имеет место быть ваша личная заинтересованность в человеке, ну и тогда это не совсем любовь. Тогда это можно назвать привязанностью, это можно назвать попременностью в человеке. Но ни в коем случае не любовью. И здесь уже нужно разбираться с вами, что стало причиной такого восприятия молодого человека, то есть, ну, почему вы воспринимаете его так, почему вы болезненно на это реагируете, ну вот, и что вами движет, когда вы хотите его простить. То есть, опять же, исходя из того, что вы написали, я могу предположить, что вы хотите его простить, потому что, ну, боитесь остаться от нас. А это говорит, это может говорить о неуверенности вашей в себе, ну, это может говорить еще о каких-то вещах, которые, наверное, здесь раскрывать не имеет смысла, потому что нужно больше информации о вас. Вот. Но я думаю, я думаю, что в любом случае, вот, ситуация, которую вы описываете, не стоит оставлять просто так, то есть, мужчина не мог не знать, что вы увидите следы на его теле, и либо ему было настолько плевать, что вы их увидите, что это значит, что человек вас не ценит совсем, либо он действительно не считает это чем-то плохим, что даже не, ну, не пытается скрыть. В любом случае, в любом случае, то, что человек повел себя так, говорит о, ну, как минимум, об определенных проблемах между вами и, соответственно, соответственно, в необходимости эти проблемы решать. Вот. Вам в этой ситуации нужно отдалиться сейчас. Ну, то есть, какой смысл мужчину ругать, да, какой смысл устраивать скандал, там, и так далее. Это все не имеет значения. Вам нужно отдалиться от мужчины. Вот. Показать, что вам неприятно. Ну, действительно неприятно. Вот. И посмотреть на его поведение. То есть, если человек, ну, действительно проявит свое раскаяние, если вы увидите, что мужчина действительно делает что-то для того, чтобы вы не переживали, успокоить, то можно рассмотреть возможность вернуться к нему. Но если человек ничего не будет делать или по-прежнему будет стоять на своем, значит, то в таком случае не стоит рассматривать возможность возврата к этому человеку, потому что вы всегда, в любом случае будете чувствовать себя не единственной. И правда, то есть, ну, правда, действительно, как обстояли дела, здесь не имеет никакого значения, потому что это однозначно, в любом случае это принижение вас, в любом случае, как бы это ни было, и кто бы это ни сделал. Ну, если вы готовы терпеть это, если вы, ну, готовы смириться с этим, то очень важно понять, будете ли вы более счастливы от этого или нет. То есть, если будете счастливы, то есть, ну, 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 произошло и произошло. Смиритесь. Не факт, что мужчина прекратит, но, может быть, ему станет стыдно, он перестанет это делать. С другой стороны, стыд не означает того, что человек прекратит. Потому что в данном случае стыд является то, к чему человек идёт, то, к чему человек хочет в глубине души. Поэтому здесь нужна чёткая ориентация на желание мужчины, да, то есть, например, ну, хорошо, это был друг, это был друг, для чего ты ему это позволил, да, то есть, зачем? Он там сказал, ну, он, то есть, он там что-то делал, да, вы ему можете сказать совершенно справедливость, что ты можешь передать другу или, как бы, да, я с ним поговорю, вот, и скажу ему, что мне это неприятно, вот, он, я уверен, он меня поймёт, ну, то есть, он же мужчина, да, он меня поймёт. Молодой человек, скорее всего, не даст вам это сделать, но, тем не менее, вы можете сказать ему о том, что хотели бы, чтобы этого больше не повторялось. То есть, вам, как бы, не важно, кто это, друг, не друг, вам важно, чтобы этого больше не было, вот, и всё. Я полагаю, что это позиция, которая в любом случае заслуживает уважения и в любом случае заслуживает того, чтобы к ней прислушались, вот. Ну, а если вам будет плохо, если вы будете чувствовать обстошённость, страх, тревогу, вот, с этими вопросами вам к психологу для анализа, разбора и корректировки. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.